У меня была одна история, когда у меня была клиентка с рассеянным склерозом, и когда она в первый раз поняла, говорит, знаешь, у меня рассеянный склероз дома, я не могу ходить, и на улице тоже не могу, но от двери квартиры до двери подъезда я иду нормально. И она говорит, я реально, когда это первый раз поняла, я вообще охренела просто, что ну как, блин, рассеянный склероз это такая штука, это не шутки, но вот я кое-как допираю, и бывает вот это то, что иногда удивляет, то, что не любят врачи, вот когда там про психосоматику рассказываешь, типа, как так-то, да, она говорит, а как так-то, вот как я там однажды побежала за молоком в магазин, вот я побежала, купила, прибежала, села, и только потом поняла, что что я сейчас сделал-то, я же типа не хожу, забыл, мозг забыл, и как бы вот так, и вот это вот все время думаешь, а как бы вот поймать-то это состояние, вот это вот, которое там бывает, и вот пространство, ну чем интересно, что такое состояние можно поймать, можно уловить, моделируя в пространстве, можно уловить, как в него заходишь и как из него выходишь, другое дело, что ты потом можешь понять, что, блин, чтобы в него там зайти, это же там надо всю жизнь поменять, да, потому что, к сожалению, часто говорят, что вот болезнь, если отвлекаться в сторону, болезнь это образ жизни, к сожалению, да, образ жизни терапевт поменять не может, он может только показать тебе, и как ты туда заходишь, и как ты оттуда выходишь. И иногда люди говорят, ну как я там, вот все, тут же у меня все, понятно. А там вообще непонятно как. Не пойду, буду дальше сидеть.